Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Без горячей воды и в холодных квартирах около 37 в Алейске закаляются вынужденно. Боль, утраты, тревога, депрессия. В неделю душевного комфорта расскажем, как с такими состояниями справляются жители края. Отчаянно нужны рабочие руки. Кому алтайские работодатели готовы платить от 120 до 350 тысяч рублей в месяц? Начнем выпуск с происшествий. Сегодня в 3 часа ночи на трассе Барнал-Рубцовск рейсовый автобус сбил пешехода. Предварительно установлено, что он двигался по центру проезжей части без светоотражающих элементов. В итоге пешеход оказался под колесами автобуса «Змеиногорск-Новосибирск» и скончался на месте до приезда скорой помощи. Все обстоятельства трагедии выясняются. А в этой истории тоже много вопросов и мало ответов. Жители Барнаула сегодня увидели перевернутую машину с Джокером. Эти кадры удалось снять около озера Пионерское. По всей видимости, в перевернутой машине никого уже не было, а пострадавших на данный момент неизвестно. Жильцы многоэтажки Валейске уже несколько лет занимаются вынужденным закаливанием. В их доме нет горячей воды и люди никак не могут добиться ее подачи. Почему и есть ли в принципе решение проблемы, расскажет Юлия Щепина. Чтобы помыться, жильцы этого дома каждый день вынуждены проходить квест. Проблемы с горячей водой в квартирах начались еще в 2019 году, когда их дом подключили к новой котельной. Как подключили 22-ю, тепловая компания Шипоновская начала обслуживать нас. У нас вода была минимум 40 градусов, максимум. Потом все меньше, меньше, меньше. И в конце концов в этом году, вообще нет, уже год у нас ее нет воды горячей. При строительстве этой котельной занизили вроде как бы трубы, не тот диаметр поставили. Поэтому вам не хватает воды. До этого нам хватало воды, после год нам не стало воды хватать. Вообще, когда подключили эту котельную, настолько грязная вода шла, вот грязь, натуральная земля. У нас ванны поиспортились из-за этого, потому что чистили, и чистили, и чистили. Как мазутом все было смазано. Многочисленные обращения в различные ведомства не дают результатов, подчеркивают жильцы. Перебой с горячим водоснабжением начались после установки управляющей организации циркулирующих насосов во внутреннюю систему горячего водоснабжения многоквартирных домов по переулку Олимпийский, тем самым нарушив гидравлический режим подачи горячей воды в трассе по улице Севрикова. В ведомствах наличие проблемы признают, однако мер, которые все-таки ее решат, не предпринимают. Но зато плата за коммунальную услугу по горячему водоснабжению не взымается. Дом, когда перешел в мое управление, у них уже были проблемы с горячей водой. То есть были разбирательства. Мы со своей стороны на вводе составляем акты, обращаемся в ресурсоснабжающую организацию. Пытались, проходили по трассе уже своими силами, с теми же ресурсниками, там, где возможно было перекрыть. То есть при отсечении ряда домов, которые идут от трубы на другую сторону, сюда вода заходит. Как только регулировку начинают делать, чтобы еще раз, два, три, четыре дома по этой ветке, все, температура воды падает. Ресурсовик, Шипуновская тепловая компания, отказалась от комментария по телефону. Мы направили официальный запрос. Как справляемся? Если есть возможность, есть баню и стопить где-нибудь и помыться. На газе греем и моемся. На газе греем воду и моемся. А больше выхода грязно не пойдешь. Кстати, с тех же времен начались проблемы и с отоплением. Однако оплата за тепло по полному тарифу возмущены жильцы. Получается месяц около 7 тысяч. Только за отопление. Отопление только одно. Вот у меня трехкомнатная квартира, я за отопление площадь почти 7 тысяч. Ну, зимой. И получается, квартира зимой у меня выходит около 11 тысяч. И мерзнем, и болеем. Еще на первых этажах вообще холодно. Ни полотенчики не прогреваются. У нас от воды до горячей полотенчики. Сыра в квартире. Вся эта техника бытовая портится. Все ржавеет, все холодно. Ну, вообще невозможно. Мы в основном здесь уже все в доме почти пенсионеры. Ну, ладно, лето прошло. Мы там банят туда-сюда, кто-то, где-то как-то. Зима наступает, все. Не помыться, ничего. Утром встаешь, вода ледяная. Это же ужас один. Ну, что такое. Юлия Щепина, Алексей Призин. День с толком. Затронут пенсионеров, автомобилистов и всех желающих взять ипотеку. С сегодняшнего дня россиян, в том числе и жителей Алтайского края, ждет немало нововведений. О них расскажет мой коллега Дмитрий Дроздов. Начнем знакомиться с нововведениями, с хорошей новостью. С 1 ноября бывшие пилоты гражданской авиации и работники угольной промышленности начнут получать повышенные пенсии. На 50% повысится и выплата для тех, кто работал на Крайнем Севере. Прибавка также ждет пенсионеров от 80 лет и старше. Доплата равна 100% размеру страховой пенсии или 7,5 тысячам рублей. Новая льготная ипотека вступает в действие с этого месяца по 2% годовых. Можно взять кредит на покупку жилья в арктической зоне. Получить деньги смогут учителя и медики со стажем не менее 5 лет, молодые семьи младше 35 лет и переселенцы с Украины. Вводятся штрафы за навязывание страхования жизни или квартиры при покупке автомобиля или его страховки. Теперь за навязчивые действия физических лиц ждет штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Юридических лиц от 20 до 40 тысяч рублей. И еще одно нововведение для любителей российского автопрома. Водителя обязаны установить на свою машину антиблокировочную систему. Она предотвращает блокировку колес при сильном торможении. Таковы требования нового техрегламента. А вот с 3 ноября россияне смогут провести банкротство без обращения в суд, если их задолженность составляет от 25 тысяч рублей до миллиона. Повторить эту процедуру можно будет через 5 лет, а не через 10, как это было прежде. Дмитрий Дроздов, День с толком. Заметили вы это или нет, но сейчас в стране идет неделя душевного комфорта. Такова инициатива Минздрава РФ. А это хороший повод посетить специалиста, проработать травмы, разгрузить голову и вообще сделать первый шаг навстречу психологическому здоровью. Как это можно сделать в Барнауле, узнаем прямо сейчас. Со своей болью и утратой Мария живет больше 20 лет. До недавнего времени женщины мучили панические атаки, тревожность. Сейчас состояние выравнивается. Это эффект лечения в отделении краевой психиатрической больницы имени Эрдмана. Здесь, на партизанской 147, проходит лечение жителей региона, который находится в так называемом пограничном состоянии. Каждый месяц в отделение обращается около полутысячи новых пациентов. Количество посещений за год больше 22 тысяч. Когда я вошла сюда, я боялась. Думаю, это такое заведение, учреждение такое, что не очень хорошее вроде бы. Но оказалось все по-другому. При назначении таблеток я тоже пугалась, что мне это будет. Вдруг постоянно это будет пожизненно. Но нет. Обыкновенное лечение – это ничего страшного нет. Как представление все имеют, что она в рубашках смирительно ходит. Нет. Депрессия, тревога – все это лечат не только словом и медикаментами. Отделение совмещает в себе функции психотерапевтического кабинета и дневного стационара. В ход идет современное оборудование. Есть программа от бессонницы, есть программа даже для похудания, которая называется «Полюбите себя». Есть программы для дикой раздражительности, для страха в тревог, от панических атак и так далее, и так далее, и так далее. Там 30 программ. Само не пройдет. Врачи настаивают на том, что даже легкая депрессия может перерасти в серьезное расстройство. Ведь даже под физической болью иногда может скрываться психосоматика. Подсознание наше так устроено, что какая-то травма, которая перенесена, допустим, в детстве или в воле взрослого, она остается, как это подсознание, она никуда не уходит. У него это остается глубоко на подсознании. И только в процессе перегрузки какой-то, сейчас вот синдром менеджера, опять же, известный, да, когда много работают, и когда идет перегрузка, он истощается. И появляется сценический синдром, и на фоне астенического синдрома у него может возникнуть вот это соматоформное расстройство. Записаться к психотерапевту можно прямо через регистратуру. Для этого не нужно направление от участкового психиатра или терапевта. Кстати, сейчас в стране идет неделя душевного комфорта. Хороший повод, чтобы обрести его. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Главный поставщик куриного мяса в крае, бийская компания «Алтайский бройлер» остановит свою работу в ноябре на 20 дней. Об этом сообщил начальник управления пищевой промышленности края Александр Большаков. Остановка запланированная. Это связано с модернизацией производства. Дело в том, что к 2027 году предприятие должно выпускать 116 тысяч тонн мяса в год. Сейчас этот показатель равен 70 тысячам, что почти в половину меньше. Поэтому в ноябре на объекте увеличат мощность морозильных камер и скорректируют технологическую цепочку. Завод приостановит работу с 9 по 30 ноября. Однако потребители не должны ощутить уменьшение мясной продукции в магазинах, заверил Александр Большаков. На период модернизации в торговые сети края будут поставлять продукцию с других предприятий. Спрос на рабочих стремительно растет в крае. Так, за этот год сообщили аналитики онлайн-платформы Headhunter. Потребность в специалистах рабочих профессий увеличилась на 32%. В топе самых оплачиваемых рабочих – водители грузовиков и автобусов. За их труд сегодня ежемесячно готовы платить по 200 тысяч рублей и даже больше. Подобные суммы можно увидеть и для вакансии сервисный инженер. Также немалые деньги по меркам региона предлагают машинистам крана. Их готовы вознаграждать зарплатой в 350 тысяч рублей. Замыкают список лидеров, монтажники окон высшей категории. Им работодатели в среднем предлагают до 120 тысяч в месяц. Ровно месяц остается до оплаты имущественных налогов жителей Алтайского края. Уведомления получили более миллиона человек, а общая сумма на уплату налогов составила более 4 миллиардов рублей. Сколько должников в крае и какую сумму им нужно уплатить, расскажет Дмитрий Дроздов. Заплатить налоги за землю, квартиру, дачу и машину до 1 декабря обязаны все жители Алтайского края. Самый большой налог, как и в прошлые годы, транспортный. На него приходится совокупно 2 миллиарда рублей. Эта сумма несколько больше цифры прошлого года, примерно на 3%. Налог за машину должны заплатить 505 тысяч жителей. Налог за квартиру почти 850 тысяч, но общая сумма начислений прилично ниже. И еще меньше общий налог за владение землей. Завершается у нас рассылка налоговых уведомлений. В этом году их направлено в адрес наших налогоплательщиков 1 миллион 200 тысяч. Большая часть из них составляет уведомления, направленные в электронном виде, через личный кабинет налогоплательщика, более 50%. Оплатить налоги можно разными способами. В личном кабинете налоговой службы, в мобильном приложении налоги.фл, на почте, в МФЦ или через госуслуги. Если раньше на портале показывалась только задолженность, то с 1 июля на госуслуги приходят и уведомления. Кроме того, здесь же можно их и погасить. Но прежде нужно дать согласие через личный кабинет в налоговой службе. Мы, безусловно, заинтересованы в расширении наших жителей, подключенных к этой услуге. Пока у нас только 45 тысяч физических лиц дали согласие на получение уведомлений через портал госуслуг. Но большая часть из них – это, так скажем, дублирующие. И те, кто имеет личный кабинет, и те, кто решил получать их на портале госуслуг. При этом я, конечно же, все-таки хотел подчеркнуть, что все-таки более информативен, полезен и необходим это личный кабинет налогоплательщика. На сегодняшний день общая задолженность жителей нашего региона по имущественным налогам превышает 3,5 миллиарда рублей. Должников ни много ни мало – 380 тысяч. В лидерах по ним владелец Мерседеста. Он должен государству 220 тысяч рублей. Добавим, злостных неплательщиков в скором будущем планируют списывать деньги с банковских счетов, минуя судебных приставов. Ну а пока это в разработке. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Патриотические игровые наборы набирают популярность. По крайней мере, такой тренд отмечают на Барнаульской фабрике по производству игрушек. Накануне журналистам рассказали о последних тенденциях в индустрии и о том, есть ли надежда на то, что местные игрушки станут детям интереснее импортных. Тему продолжит Данил Кузнецов. Скоро этот брусок клёна превратится в кубики, но прежде его нужно хорошенько зачистить и отфрезеровать, чтобы дети не поймали занозу. На Барнаульской фабрике производить игрушки начали 10 лет назад. Сначала ассортимент был скудный. Сейчас уже свыше 200 моделей, которые поставляют в детские сады по всей стране. Причем повышенный спрос, отмечают специалисты, на игрушки с патриотическим смыслом. И конструкторы идут, спортивное оборудование хорошо берут. Сейчас очень хорошо берут патриотическое, то есть эти вот бизиборды, всякие стенды, декорации, что связано с патриотизмом. Бизиборды, то есть доски с развивающими элементами, еще один тренд времени. Впрочем, из-за множества интерактивных компонентов, которые развивают мелкую моторику и память, такие игрушки стабильно пользуются спросом, независимо от того, местного они или импортного производства. Но поскольку Барнаульская фабрика – социально ориентированное предприятие, которое поставляет свою продукцию в бюджетные учреждения, государство регулярно оказывает ему финансовую помощь. Это помогло организации устоять и даже продолжить развитие в непростой период экономических санкций, когда серьезно сократился рынок сбыта продукции. Санкции мы получили с начала МСВО, когда нам перекрыли дорогу в интернет-магазины ЭТСИ. Мы перестали работать из Германии, мы перестали продвигаться и по Франции. И все, сейчас только осталась Россия. Что касается Китая, мы сейчас внимательно изучаем их рынок, что им нужно. Потому что, насколько я знаю, они покупают российское дерево, а мы работаем с деревом. И им, наверное, даже будет выгоднее покупать нашу готовую продукцию. Но сложности даже закалили. И сегодня фабрика приросла заказами. По объемам уже превзошли прошлый год. В планах промышленная ипотека для создания цехов по производству пластмассовых и металлических игрушек. И пусть наборы не будут столь проработанными, как у передовых импортных производителей. Зато они экологичны, проверены, а значит безопасны. И их можно доверить даже самым маленьким потребителям. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Гаджеты, отслеживающие показатели окружающей среды, представили алтайские школьники на региональных соревнованиях по робототехнике. Среди детских разработок есть также роботы-спортсмены. Одни умеют подтягиваться на турниках, другие играть в баскетбол. Подробнее в сюжете. Собрать робота, запрограммировать его, чтобы он проехал все поле, избегая препятствий. Такое задание получила старшая группа на третьем краевом робототехническом турнире. Испытания здесь сложнее олимпиадных, поскольку вместо простого конструктора используют полноценную плату. Видите, это готовая команда используется. И там датчики уже откалиброваны. Вот это все, вся вот эта механика, которая здесь влияет, которую нужно учитывать руками, там она учтена самим производителем. Колеса ровные, двигатели крутятся одинаково. Одна коллега есть среди участников других возрастных групп. Самые маленькие с помощью конструктора должны собрать стенобитное устройство и пройти полосу испытаний. А вот ученикам из средней школы досталась задача многоаспектная. В честь года учителя им представлена возможность создать робота-помощника для преподавателя. Он должен уметь пройти через рамку металлодетектора, забросить мяч в корзину и подтянуться на турнике. Поехал робот на задание, например, солнечную панель отодвинул ее. И он должен вернуться назад, и тогда ты меняешь ему модуль, и он съедет выполнять следующее задание. А в лектории напротив участники отстаивают честь своих изобретений, которые помогают улучшить экологию. Такой региональный конкурс для учащихся точки роста появился в этом году. А ребята, которые на экоботах, они в течение полугода, они придумывали тему для научного исследования. Они совместно с нашими педагогами придумывали конструкцию того робота, который будет либо под воду опускаться, там замерять что-то, либо в теплице находиться и постоянно, допустим, определять уровень влажности и температуры. Подобное изобретение сделал и Иван. Эта желтая коробочка измеряет уровень загрязнения воздуха. Преимущество в компоновке. По сравнению с другими похожими проектами он маленький и не требует много энергии. Тут расположены два датчика. Датчик углекислого газа и влажности и температуры. Прибор считывает показания и сравнивает их с нормой. Если все хорошо, то он включает, ну, горит зеленая лампочка. Если какой-то из показателей превышен, он выводит его на экран, включается красная лампочка и безопечатка издает характерный звуковый сигнал. Всего на конкурсе свои разработки представили свыше сотни участников. И с каждым годом их становится больше. Причина, говорят специалисты, развитие сферы робототехники в регионе. Все более ценными становятся и призы. Помимо медалей бытовых приборов, призеров ждут сертификаты в типографию на создание рабочих полей для испытания своих изобретений. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Причина, Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.